Их предавали, продавали, унижали, а они все равно вставали и останавливали пули, летящие в стороны Родины. Потому что их учили, на колени мужчина должен вставать только в трех случаях, перед любимой женщиной, чтобы испить воды из родника и чтобы попрощаться с боевым знаменем. Наш гость – человек, прошедший все горячие точки нашего времени, первое боевое крещение получил в Афганистане, кавалер Ордена за службу Родине, вооруженных силах СССР и медали за отвагу. Человек, испытавший ужасы плена во время чеченской кампании. Председатель правления Союза писателей России, полковник Николай Федорович Иванов. Николай Федорович, вы военный человек. У вас вообще удивительная судьба. Я ведь пришел в литературу не со строевого плаца и не с полигона. Я служил во Пскове в десантной дивизии и после одних из прыжков, парашютных, я шел по городу и увидел табличку «Псковское оригинальное отделение Союза писателей России». И я набрался смелости и вошел. И вы понимаете, я пришел в литературу из литературных семинаров, которые вел Семен Степанович Гейченко, хранитель Пушкинского музея. Я пришел от Юрия Куранова, я пришел от Валентина Курбатова. Мы недавно похоронили его, я ездил на его похороны. Александра Богова, Бологова, Малякова, Краснопевцева. Понимаете, это те литераторы, которые меня приняли как человека, который начинал делать первые шаги в литературе. И я могу сказать, что да, я рос, у меня росли мои погоны, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник. Но вместе с этим росли мои участия в литературных семинарах областных, межрегиональных, всероссийском совещании молодых писателей. Публикации шли, поэтому я шел как-то так, ноздря в ноздрю, как говорят. И военная стезя, и литературная. Поэтому, конечно же, для меня литература была так же близка, как и близки погоны. Между командировками вы еще и на литературных семинарах бывали? Несмотря на то, что я был человек погоны, я служил в Афганистане, мне пришел вызов на совещание молодых писателей в Апсков. И меня с войны, капитана, командировали в Апсков, чтобы я приехал и смог участвовать в этих советах. Поэтому отношение было к людям, пишущим, не то что трепетно, а с пониманием и с уважением, что это работа, которой надо учиться, которому надо нарабатывать опыт. Поэтому я благодарен тому времени. У нас хирург сельский, он позапрошлом году, как тебе ли, был признан лучшим русским писателем чеховского маленького жанра, якутц. И он говорит, что литература для меня это отдушина, а для вас? Когда у меня шло или идти в генералы, или идти в литературу, я все-таки пошел в литературу, и для меня это стало работой, и для меня это отдушина никогда не было. Литература для меня это был нормальный, такой кропотливый труд. И для меня отдушина наоборот, это поехать к себе на родную Брянщину, встать за плуг и вскопать огород, вспахать. Вот это отдушина. А литература нет, это сейчас для меня работа, и она всегда была работой. Я отдаю должное, литературу надо уважать, читателей надо уважать, для этого надо работать. Я имею в виду то время, когда вы были в Чечне, в Афганистане, но по ту сторону жизни, это же смерть, кровь и так далее. Да, я прошел в горячие точки, практически все горячие точки нашего времени, и в Чечне я попал в плен, в заложники, и меня, меня прозвали, боевики прозвали меня Чеховым, почему-то, ну, знали писатель, да, значит Чехов. И был такой для меня барометр, если вытаскивали из яма полковник наверх, значит будут бить, если Чехов наверх, значит какие-то известия, которые, ну, какие-то благоприятные известия, да, это первое. Второе, я там находясь, в этой яме, и подпадая под какие-то самые невероятные ситуации, я смотрел на себя как бы со стороны, со стороны писателя. Вот если я останусь жив, я об этом, наверное, захочу написать, я напишу об этом книгу. Ну, как я буду выглядеть со стороны вот этой данной ситуации? И я как писатель себя контролировал очень жестко, очень жестко контролировал свое поведение, свое отношение, свои ответы, да, как я хожу, что я делаю, склоняю голову, не склоняю голову, вплоть до этого. И, вы знаете, меня в Чечне в плену спас писатель Иванов, а не полковник Иванов. Для того, чтобы что-то оставить себе, когда захватили, я понимаю, что сейчас с чем я останусь. Я сломал авторучку, чтобы у меня авторучка хотя бы оставалась, я порвал браслет на часах, успел, чтобы не забрали часы у себя, да, то есть какие-то мелочи, детали, чисто такие военные штучки. И мне была авторучка, и когда бросали сигареты, я на сигаретных пачках делал какие-то записи, чтобы с ума не сойти и что-то успеть зафиксировать, записать, что происходит, как происходит, да, чего. Но вот эти записи, они, с одной стороны, помогали мне держать себя в тонусе, а с другой стороны, когда меня регулярно вводили на расстрел и обыскивали, и раздевали, то они находили эти какие-то записки в бумаге, а что вот это, а почему вот это. И я понял, что писать тоже вредно, потому что я свидетель, а свидетели убивают первых. И я, в принципе, где-то, да, прекратил на каком-то этапе любые записи делать, потому что это все играло против меня. Но когда меня освободили, и когда я написал книгу, и она вышла, и мне через два-три месяца раздался звонок домой. И спросили полковника Иванова, я говорю, да, вам звонят из Грозного, вам звонит охранник, боксер, который хотел отрезать вам уши. Вы меня помните? Я говорю, помню. Я прочитал вашу книгу. Я хочу извиниться перед вами и вашей семьей за те страдания, которые вы вытерпели, которые мы вам причинили, потому что нам казалось, что если вы напишите книгу, это мы будем чеченцы, будем звери, мы будем последние сволочи, а вы будете герой. А вы написали все честно и написали правду. Одна читательница прислала письмо по электронке, да, и что-то там размышляла, и последняя фраза у нее была. Товарищи писатели, вы ответственны за то, что вы написали. Вот для меня это очень важно, лично для меня, как для председателя. И этому я учу и молодежь. И когда они спрашивают, а что, и как, и почему, вот я говорю, так, первое, у вас должна быть биография. Не надо ничего придумывать в этой жизни, в этой жизни жизнь богаче любой фантазии, да. И второе, вы ответственны за то, что вы напишете. Мы должны, как Николай Дмитриев говорил, мы должны оставить после себя не только отчество своим детям, но и отечество. Вот это важно. В плену вы вспоминали Толстого, вот кавказский пленник. Да, конечно, конечно, да. Какая же ситуация. Когда я где-то в какой-то момент собрался, и они почувствовали мое напряжение, ну, вроде бы готовлюсь пойти на штурм, на прорыв, на побег, на что угодно, да. Потому что, ну, я понимаю, что я отсюда не выберусь, я готов пойти на любые такие. Они сказали, слушай, полковник, твой домашний адрес вот такой, у тебя там двое детей. Если ты хоть шаг сделаешь из этой ямы, твои дети завтра будут здесь, и ты опять приползешь на коленях, чтобы их освободили. Я сказал, все, я остаюсь. Убирайте любую ограду, убирайте охранника, убирайте мины, которые вы, растяжки, которые вы поставили вокруг ямы, да. Но я понимаю, что это мой крест. Поэтому век, когда вот это может все лечь на твою семью, на твоих родных и близких, да, это мгновенная реакция, Жилину Костелину, ну, Кадарба доедет, да, да, там до родных места, ну, месяц-два-три пройдет, все забудется там или еще что-то. А сейчас один звонок, одна смс, и ты ответственен за свою судьбу. Поэтому тяжело, тяжелее сегодняшним пленникам, тяжелее совершать поступки. А откуда знали, что вы писатель, почему вас звали Чеховым? Там ведь захваты происходят. Не просто захотели захватить какого-то человека, едет человека, его захватили. Нет, идет, как они говорят, наколка на каждого человека прибывшего. На колка, да, вот едет писатель, едет полковник. Чего я стою, как я стою, оценка, да. Была охота за мной в Грозном в то время. Не смогли взять, поэтому взяли на обратном пути, уже когда я возвращался. Но это самое опасное время, когда уже кажется, что все позади. Когда еще осталось каких-то там 2-3 километра, и я свободен, я вольный. На вот таких, на последних секундах, минутах все случается. Самые расслабленные минуты. Наоборот, надо концентрация наибольшая. Этому я учу сейчас и военных журналистов, которые уезжают в горячие точки. Я 12 лет веду эти курсы «Бастион» для журналистов. И я учу этому, да, концентрация до последней секунды. Это был между двумя войнами, 96-й год. Одна война заканчивалась, затем было перемирие определенное, да, вы знаете. И это тоже попал во время войны. Во время войны немножко разговор другой был. И наши войска там были. А затем первая чеченская кампания закончилась, наши войска вышли, и наших нет. И я остался один, и меня как бы оставили, получилось, да. Ну, не только одного меня, как говорится, ребята. Это тоже угнетало. Я прекрасно понимал, что все придет за мной. Какие условия, как давление будут, да. Ничего же этого не будет. И как человек военный, я прекрасно это осознавал и понимал. Поэтому надежда была только на какую-то оперативную работу. Вот, Николай Федорович, ну, с высоты сегодняшнего вашего и положения, и уже статуса, и как, с высоты, вот, писательской судьбы, как вы думаете, почему это случилось? Почему... Случилась война или случилось... Вот, вот, Чечня, почему? Вроде бы мы жили в одной прекрасной стране, и вдруг уже брат на брата. Вы знаете, потворствовали. Власть потворствовала, потворствовали одному, потворствовали другую. Вы знаете, мне из Крыма звонит замминистра культуры, и говорит, Николай Федорович, что делать? За время русской весны у нас уже образовалась 12-я писательская организация. Вот каждый... Вот создают три человека, мы писатели, мы писатели. И все хотят сидеть президентами, все хотят быть президентами, председателями и все остальное. Я говорю, знаете, будете потворствовать, будет 40 писательских организаций. И все захотят быть. Поэтому достаточно должен быть жесткий разговор. Разговор должен быть без обинепов. Отечество, карта, да? Отечество или личные амбиции какие-то, да? И находить точки соприкосновения, и находить тех людей, с кем разговаривать. И с кем уметь договариваться, да? Обиды много, и обиды расковыряли ранки, которые уже зарубцевались вроде бы, да? Ну, история, она такая, она любую историю любой страны возьми. Не только наши чняды. Потворствовали. Вот поэтому, говорят, власть должна быть сильной. И страна должна быть сильной. И когда страна сильная, это никогда не позволится. На тот момент, да, мы пожинали плоды 91-го года распада. Читая вашу биографию, я с восхищением, может быть, да, обнаружила, что вы покинули пост главного редактора журнала «Советский воин». В 92-м году, в конце, министр обороны Павел Сергеевич Грачев приказал сменить название. «Советской армии нет», а вы еще выпускаете «Советский воин». И мы назвали журнал «Честь имею». И тут случается 93-й год, обстрел Белого дома. И меня, главных редакторов военных изданий, вызывают генеральный штаб. И, да, поступает приказ дать публикации в поддержку обстрела Белого дома. Я сказал, извините, но у меня название журнала «Честь имею». Я не могу давать то, что противно моему труду. И я не могу с этим названием «Честь имею» давать публикации поддержку обстрела собственного парламента. Ну, ты понимаешь, это приказ министра обороны, ты подполковник, ты соотноси. Я говорю, хорошо, я написал рапорт, прошу снять с должности. Да, и ушел, но тут же был уволен из вооруженных сил за низкие моральные качества. Да, это была судьба, судьба и моя личная, и судьба страны. Ну, каждый выбирал, как себя поступить, на какой должности. От него зависело, от этого человека или не зависело. От меня, наверное, что-то зависело. Я поступил так. Николай Федорович, автор 15 книг-прозы. Лауреат литературных премий Островского, Булгакова. Окончил Московское Суворовское военное училище, факультет военных журналистов, Высшего Львовского военно-политического училища. Из армии уволился. У меня было два предложения. Пойти или журналистам в пограничные войска, или создавалась налоговая полиция России. Новая структура, силовая структура. Мне показалось, что по-писательски это чисто интереснее, это совершенно новое, это непонятное, это олигархи, это бегающие деньги, это фальшивые доллары, как это взаимоотношения. Двух людей сегодня сидели за одной партой, сегодня он бомж, а второй владелец завода у пароходов. Мне это было интересно, я пошел в налоговую полицию, получил полковника там, и я поехал, конечно же, как по линии налоговой полиции в Грозный, в Чечню, воюющую армию. Я поехал, естественно, по такому редакционному заданию, как собирают налоги во время войны. Это было для меня интересно. И там налоги за воду брали, да, там интересная сама тема. Но в то же время, я в это время писал роман «Спецназ, который не вернется», и мне нужно было впечатление, конечно же. Я люблю добывать материал. Я должен увидеть своими глазами, что происходит, как заходит солнце, как бегут ручьи, или как облетают листья после взрыва. Я это должен увидеть. Я добываю материал, поэтому, да, я поехал. Ну вот, с названием «Спецназ, который не вернется», но, наверное, мог не вернуться сам. А сколько раз вы были в Грете? Точка? Ну, знаете, я после плена опять поехал в Чечню. Когда меня освободили, я еще многократно ездил в Чечню. Я добрался до того места, где меня взяли в плен. Это был психологический такой выход. Вот, стряхнуть себя, вот это, чтобы это не давляло. И когда я вышел на эту дорогу без оружия, я приехал. Вы знаете, показатель очень удивительный. Я езжу к чеченским писателям. Писательскую резиденцию в Чечне, она одна из самых крупнейших. Ей сто лет. И когда приезжал, поздравлял их. Они тоже мою судьбу знают, да. И я приезжаю, и я говорю, ребята, во время войны, вот этой, да, сегодняшней была, ни один чеченский писатель не вышел из состава Союза писателей России. Ни один же не сжег билета. Это, говорю, ваша мудрость. Это мудрость вот страны. Вот это, вот это победило. Я вам благодарен от имени России, от пленника, да, от руководителя. Я вот это помню. То, это была моя судьба, это была ситуация, когда людей поставили на грань, да. А вот это я помню. Никто не вышел. Поэтому мы вместе идем дальше вместе и работаем вместе. А дальше были, был, да, в Схенвале был, был в Сирии, был в Донбассе, на Донбассе был, да, много раз, да. Самое удивительное, меня в Донецке наградили орденом дружбы. И он вручает мне орден дружбы. Я так говорю, знаете, ну, я полковник, я десантник, я прошелся горячей точки. Я человек, который награжден, первый журналист военный после войны, медалью за отвагу. Я приехал к вам вроде бы на войну, а здесь вы меня награждаете в орденном дружбы. Это так, дай бог, чтобы так было. Я как человек военный, со стороны войны немножко страшнее, кажется. Потому что, ну, я попадаю в горячую точку, я попадаю туда, я знаю, как себя вести, куда идти, что можно, что нельзя. Я подготовленный человек, у меня это опыт, да. И мне война не так страшна, может быть, как со стороны, вот поехал, да, что еще. Ничего страшного, я поехал, я знаю, на войне не всегда стреляют. На войне есть юмор и бытовая жизнь, да, какая-то, и месяца затишья, там, и всего остального. Вот, поэтому, да, мне интересно поведение людей в таких экстремальных ситуациях, выбор. Да, человек делает выбор, вот такой, какой у него будет. Нет, интересно. Сейчас я работаю как раз над книгой о суворовцах, о ребятишках. Но я взял ребят как раз из Донецка, которые лишились родителей, которых вывезли сюда, в Россию, они становятся суворовцами. Вот они становятся надевать погоны, и чтобы вернуться уже такими защитниками республик. Какие-то очень, такие образы можете вот вспомнить? Меня потрясло, я приехал в Луганск и поехал на блокпост. Поехал на блокпост, Т-шка, Т-образный перекресток, Т-шка, название. И мы подъезжаем, там стоит взвод, мне говорят, сейчас там похороны, Ольгу Сергеевну хороним. Я говорю, что, прямо на блокпосту? Ну, да куда ее девать? Ну, я подхожу, стоит зоц-солдат, ружья, салют. Я подхожу, а Ольга Сергеевна, это собачка. Это собачка, которая четыре года прожила с ними на блокпосту, и она и охраняла их, и согревала, и все время была с ним. А здесь она ночью поползла, попала на растяжки, мины, сквозное ранение легочное. Она приползла и умерла, да? Ее как бойца хоронят с салютом, да, Ольга Сергеевна, вот эту, с таким уважением. Да, и меня это настолько потрясло, и мы с командиром заходим в землянку, ну, поминуть надо, открывает холодильник, а с холодильника, знаете, магнитик падает. Магнитик падает, пыль, донецкая уголь, вот эту пыль он поднимает, вытирает, этот магнитик опять вешает на дверцу холодильника, а опять закрывает ее, он опять падает, он опять поднимает. А это магнитик, я люблю Киев. Ну, Господи, ну, 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 ну что, вот не придумаешь, за этим надо ехать. Это надо видеть, это надо смотреть, надо смотреть, как воробей прыгает по колючей проволоке. Надо смотреть, как, я не знаю, ой, не буду говорить какие-то вещи, потому что я сейчас пишу, и все это выкладываю на страницы. Это мои образы, это то, что я увидел. То, что я, самое большое наказание для ополченцев, там было, когда я пришел, там обучение идет ополченцам, и я подхожу, и вдруг песня. Песня, значит, командир наказал взвод, боевики такие, ребята прошли все, они что-то там провинились, они ходят там по этому полю, по плацу и поют песню облака, белогривые лошадки. То есть он заставил их петь песню, детскую песню это было, и смешно, и они понимают, что это позорно для них, для бойцов петь, а они поют эту песню. Вот на грани юмора, и я люблю ездить к этим людям, они честные, они правдивые, там не надо рисоваться. Кто приехал повоевать или там себя показать, они день, два, три и уезжают, а кто остается, это люди приехали. С этими людьми можно пойти в разведку, хотя вы знаете, после многих этих горячих точек, я не верю вот этой фразе, я бы пошел с ним в разведку. Она глупая. Главнее фраза, а пойдут ли в разведку со мной? Вот я себе задам, пойдут в разведку со мной или нет? Я свою медаль, первую медаль за отвагу я получил именно потому, что я как журналист в Афганистане на все боевые операции, которые были выше полка, должны были идти журналисты военные. Ну, было такое условие. И мы ходили на эти операции, и самый высший показатель нашей творческой и боевой работы, это когда командир приходил и говорил, я заказываю, Иванов пусть со мной идет. Я хочу, чтобы Иванов со мной пошел. То есть меня заказывали на боевые, потому что я мог где-то при ранениях, при гибели офицеров, я мог заменить каждого. Я мог не подвезти, я никогда не, я шел точно так же в горы, я только что там нес броник, я делился последним глотком воды и еще остальное. И когда я с детьми выступаю, всегда говорю, знаете, кто самый надежный солдат на войне? Это тот, которому командир доверяет нести последний глоток воды. Вот это самый надежный, потому что оторваться от воды, когда в жару там лещут, это невозможно. Ты умрешь, но ты допьешь до конца. А вот командир доверяет тот самый надежный солдат. И самое страшное на войне, самое страшное на войне, это когда во время выхода из окружения у меня вдруг попросили, дай патронов. У кого-то кончат, дай рожок с патронами. А я тоже выхожу, у меня патроны самого кончаются, а меня просят, дай патрон. Это страшно. Поэтому такие вещи, их не придумаешь, их только можно испытать. Вы сейчас командир уже большого идеологического отряда. Я верховный главнокомандующий восьмью тысячами гениев. Хочу поприветствовать писателей Якутии, потому что я знаю, мое было ходатайство о том, чтобы Союз писателей Якутии получил в прошлом году звание «Лучшая оригинальная писательская организация России». Благодаря вашей организованности, самоотдаче, благодаря пониманию значимости нашего творческого труда и писателей Саха Якутии. Молодцы. Спасибо вам большое за то равновесие, которое вы держите в организации, за тот творческий посыл, за качество, которое вы выдаёте книге. Мне важнее не моя должность, запись трудовой книжки, чтобы председать Союз писателей России. Для меня важнее моя надпись на книгах, которые книги будут мои стоять на полках книг. Поэтому я благодарю писателей Якутии за ту дружбу, потому что у нас были и выездные пленумы Союза писателей России, и выездные секретариаты на вашей земле. Мы это всё помним. И Чуропчак, ваш районный центр. Я когда впервые там попал, меня поразили памятники этого районного центра. Центр такой склон, и мы подъезжаем, я смотрю, что-то красные такие по склону, какие-то таблички, и мы ближе подъезжаем, а это холм. И вы, якуты, вы подняли имя каждого пропавшего без вести, и вы взяли землю из-под крыльца их дома, пропавших без вести, и принесли на этот холм. И все имена пропавших без вести тоже, они все вместе. И рядом имена тех, кто погиб, да, а рядом бюсты маршалов Советского Союза. Как вы трепетно относитесь к своей истории, это, дай бог, поучится и другим регионам. И я вспоминаю и Сергея Лакошина, да, который с Юрием Лощицем, наши такие мощные, такие рабочие лошадки писательские, да. Ведь когда стали скрываться какие-то исторические документы, когда мы с Юрием стали говорить о нашей истории, да, и погружаться в глубину, ведь вспомним, как Гончаров Иван, да, Атаяна санным путем дошел до Якутска, да, и это была та санная дорога в Якутске, извините, металлургический комбинат, и те изделия из металла, которые должны были быть для флота, да, российско-американская компания пока не обанкротилась, этим путем водили, да. И мы, я сейчас знаю, что возрождается этот путь, и уже отстроены какие-то километры, и наши предки были достаточно дальнозорки, у них был открыт горизонт, они видели объемно, не было вот этой плоскости, мне вот сегодня хорошо здесь, и вот на этом месте, да, они заглядывали на горизонт, а что там, а как сделать еще лучше, да. И вот меня поразило то, что вот этот Союз писателей России, наши ответственные секретари Локошин и Лощец, да, совместно с писателями Якутии, да, они ведь повторили, практически повторили вот этот путь, который тогда существовал, да, в начале, в конце 1800-х лет, да, и в начале, и в 2000-м году где-то они повторили этот путь и прошли этот путь, наверное, не до конца, я бы с удовольствием поучаствовал вновь в этой экспедиции, если будет возможность повторить эту экспедицию, то есть писатели России, конечно же, поучаствуют в этом, потому что писатель формирует мысль, он ее концентрирует, да, и все, что было сделано при Штырове, при Николаеве, ваших президентах, да, главреспубликах последующих, ведь это было настолько внимание к писателям высокое, и мы все помним большую литературную премию, извините, она и была, называлась большая литературная премия, и никакие сегодняшние премии Самсунга, там, или еще чего-то, и подметки негодятся по значимости вот этой премии, по честности этой премии, по духовной наполненности, по, эта премия государственная, она за Отечество, да, и вот сколько лет эта премия была, ну, со временем ушла она, сошла она нет, скажем так, да, но мы ее не забываем, и опять же, великая надежда, что, а вдруг она возродится, да, а вдруг мы сможем опять поднять значение литературы и оценку литературы вот на такую высоту, ведь там были самые лучшие писатели в этой премии, это здесь были самые лучшие люди нашего Отечества, по духовности у нас сейчас вот такая премия осталась, патриаршая премия, да, она самая духовная, мы говорили о Гончарове, а ведь премия Гончарова в Ульяновске, она существует, она есть, и мы гордимся этой премией, были какие-то шероховатости сбои в прошлом году, это я как председатель говорю, может быть, мы снизили требования к самому качеству произведения, да, немножко споткнулись где-то, да, но я думаю, что мы вернемся, потому что, извините, Гончаров, Гончаров, Гончаров это Россия, это глубинная Россия, это опять же Отечество, поэтому Якутия для нас это своеобразный такой центр, мы ее любим, мы в Якутск приезжали, это все помнится, это все остается в памяти, это атмосфера, которая создавалась во время наших поездок, да, она где-то сработает на духовную безопасность Отечества, сейчас мы с Мурманском заключили соглашение, и мы возродили арктическую премию, время малых народов, крайнего севера, да, это мы все предусматриваем, да, но сердце у нас тоже лежит в Якутии, и я еще раз благодарю писателей Якутии, благодарю ваш край, ваших людей за те теплые чувства, которые мы всегда ощущали, когда были среди вас, мы еще встретимся не раз и на страницах книг, и вживую встретимся, и, как говорил Виктор Боков, мне людей обязательно надо чувством, локтем, улыбкой задеть, вот, я думаю, мы обнимемся, несмотря ни на пандемию, ни на прошедшие тяжелые финансовые времена, да, я верю в возрождение духовной России. Советский Союз, мы сегодня очень много об этом упоминаем, сейчас риторика немножко уже меняется, было могучее, могучее государство, Держава, да, при Сталине, и Сталин, говорят, курировал литературу, науку, внешнюю политику, он сам читал, в том отношении власти к слову, к писателям, было и сильное, очень сильное государство, мы к этому идем сейчас, вы думаете? Те, кто думает, что он вернет Советский Союз, тот, ну, мягко сказать, не дурак, но тот, кто бросает камни в Советский Союз, он еще больший дурак, еще больший идиот, да, ну, смысл такой, понятие такого, да, конечно же, в том виде, в котором был Советский Союз, конечно, не возродить, конечно же, взять самое лучшее из того, что было, это наша задача, ведь во многих мероприятиях, которые мы здесь разрабатываем, делаем, мы берем ведь лучше, уже, ну, практически все, как говорят, все давно написали греки, мы только переписываем в творчестве в нашем, да, точно так же те приемы, которые в работе с молодыми, работа с регионами, практически все наши старшие товарищи при Советском Союзе, да, уже все отработано было, да, сейчас, да, какие-то новые условия, новые, необходимо делать другие, другие законы, другие финансовые коридоры и ограничения, это мы тоже все это прекрасно понимаем, да, но отношение власти до тех пор, если власть не будет с пониманием относиться к нам, как к труду, который необходим на благо отечества, ведь мы ничего не просим, ничего мы не просим, мы говорим, наоборот, возьмите от нас, вот возьмите наш труд, возьмите, мы готовы идти, да, мы очень хотим, чтобы это было услышано, и месяц назад раздался звонок из Министерства труда, и, наконец-то, впервые за 30 лет нас спросили, Николай Федорович, подготовьте, пожалуйста, определение, как вы считаете, вот мы работаем над тем, чтобы опять появилась профессия писатель в реестре трудового законодательства, да, как вы считаете, что это должно быть, что это несет за собой писатель, писатель это кто, когда исчисляется, что смотреть и все, вот мы делали эту формулу, мне это понравилось, что вот месяц назад, впервые за 30 лет, власть заговорила, слушайте, а у нас ведь нет профессии писателя, у нас кого только нет, а писателя нет, оказывается, вначале было слово, артист есть, у нас есть песенники, разговорный жанр, все у нас есть, они идут от слова, а нас нет, поэтому я думаю, что постепенно, не все сразу, конечно же, и от первых лиц зависит, и как будет, я хочу привести один пример, небольшой пример на уровне, региональном уровне, в Курской области, в нас одно время лучше всего, ну так скажем, жили курские писатели, почему, потому что губернатор Курской области, Михайлов, он сам был большой любитель книг, он читал, он в своей приемной сделал стеллаж книги курских писателей, и когда к нему заходили чиновники, по вызову, там, решать вопросы, он первый вопрос вызвал, а что вы в последний раз считали из наших курских писателей? Вот раза два, три, четыре он задал, и тогда, когда чиновники приходили к нему на прием, они сначала бежали к стенду книги курских писателей, смотрели новинки, заходили и спокойно разговаривали о литературе курского края, да, мелочь, губернатор спросил, что вы в последний раз читали, все, больше ничего не надо, и дальше они будут сами, чиновники все делать, и для того, чтобы вот этим людям, которых читает губернатор, чтобы у них было хорошо, поэтому будем надеяться, что кто-то нас начнет читать и реально оценивать духовную безопасность с Отечеством, мы ничего не требуем, но вот эту позицию мы сдавать не будем, мы на ее себе взяли, мы ее тащим за собой, и это наша ответственность, эта задача легла нам на плечи нашего поколения, и потому мы здесь. Спасибо. Спасибо.